Четыре эскизных проекта, по которым в Лабытнангах будут возводиться или уже строятся новые объекты, стали предметом рассмотрения на Городостроительном совете. Безопасность зданий, благоустройство территории и обеспечение достаточным количеством парковочных мест. Эти вопросы члены совета взяли на особый контроль. Первым рассмотрели эскизный проект административного здания, который разместится по улице Гагарина. Представитель застройщика рассказал о площади помещения, благоустройстве территории, а также предложил около 20 вариантов цветовой гаммы фасада здания. Если по этому объекту вопросов у собравшихся не было, то вот по следующему зданию для размещения предприятия торговли было немало. Одна из главных претензий – нехватка парковочных мест. Исходя из площади помещений, их должно быть порядка 50, однако по проекту на сегодняшний день всего 18. Купив земельный участок, застройщики стараются максимально его использовать, не думая о городе, не думая о людях, которые проживают вместе с ними. Обычно едовые потребители пьедят в магазин, в первую очередь, они что хотят увидеть, где постоять в машину, как удобно зайти в магазин, не выпачкав ноги, как удобно выйти с авоськами. Поэтому вопрос парковок стоит на первом месте. И этот вопрос члены градостроительного совета взяли на особый контроль. Эти парковки будут, и в противном случае, если они не будут отражены и узаконены, мы не разрешим строительство, по-престому говоря. Еще несколько вопросов к застройщикам было по поводу организации движения, а именно заезда и выезда с территории, цветового решения фасада зданий. Хотя такое замечание касалось только тех застройщиков, кто возводит свои объекты в комплексе рядом с другими зданиями. А, например, для автомастерской, которая появится практически на окраине города, это не актуально. Верху сделали более свежий, и все-таки в этом городе таких даже нет конструкций. В чем цветовая гамма? Неизвестно. Просто менять, сделать пять вариантов, ну не считаем, смотрится красиво. По факту оно будет более даже ярче смотреться. Впрочем, с этим согласны и члены градсовета. Тут у нас особо привязываться к каким-то объектам архитектурным и дальнейшим развития, в принципе, мы считаем приемлемый предложенный вариант архитектурного решения. Все проекты, по которым поступили замечания, застройщики должны будут доработать и представить на повторное рассмотрение. Татьяна Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».